Медали, грамоты и благодарственные письма. Порядка 40 жителей Бухаржировского района были отмечены различными наградами по случаю 30-летия независимости страны. Торжественное мероприятие состоялось в районном Доме культуры. Там побывал Антон Александров. С момента обретения независимости в нашей стране произошли значительные преобразования. В Казахстане наблюдается прочная политическая стабильность, гармонизация межнациональных и межрелигиозных отношений, устойчивое социально-экономическое развитие, непрерывное повышение уровня жизни народа и постоянное укрепление авторитета страны на международном уровне. В 1991 году постановлением Верховного Совета был принят Конституционный закон о государственной независимости Республики Казахстан. Именно в этом году Сауля Артыкпаева получила высшее образование и начала свой трудовой путь. Поработать успела учителем русского языка и литературы, заместителем директора и сейчас занимает должность директора Уштобинской средней школы. Сегодня ее профессиональные общественные заслуги отметили почетные грамоты Сената Парламента Республики Казахстан. Я очень рада сегодня, что отметили меня, мой труд, 30-летний труд, мой педагогический. Я отдала 30 лет, как раз время, что я работаю именно в этой сфере. 9 лет я работаю директором и мне очень приятно, что мой труд оценили и наградили сегодня меня в честь такого праздника. Торжественную церемонию награждения сменяли выступления творческих коллективов региона. Почетные грамоты Акима Бухажиралского района в этот раз отметили 14 человек. Среди награжденных и Олег Цыганков, который уже 15 лет стоит на страже спортивных достижений района. Этот год, 2021 год, для нас, для спортсменов был удачным, несмотря на пандемию, запреты на проведение соревнований. Наши спортсмены участвовали в республиканских соревнованиях международных, добились больших результатов. И сборная района в этом году на областных зимних и летних спартакиадах, которые проходили в дистанционном режиме, заняла вторые места. За 30 лет независимости наша страна стала узнаваемой на мировой арене. В Бухажиралском районе увеличилось количество предприятий, отмечен рост в сфере культуры, строительства транспорта и ряд других. Повстречался в этот день Аким районной с ровесниками независимости. Мы обрели свободу благодаря героической борьбе наших предков. И важно сохранить эти страницы истории в памяти народа. Как отметил глава государства Хасим Жамар Кемель Ратукаев, рубежный момент, который мы переживаем, обязывает каждого сознательного гражданина задуматься над ключевыми вопросами, чего мы достигли за эти 30 лет. Эта встреча позволила поделиться своими историями успеха и обрести новые знакомства. По образованию Виталий Жауров инженер по стандартизации и сертификации. Однако душа требовала творчества и выступлений на публике. Так он стал культорганизатором в Доме культуры села Центральное Бухажиралского района. И делает успехи уже даже на мировой арене. В год 30-летия я получил звание лауреата международного вокального конкурса «Золотой голос России». И я представлял Казахстан на такой серьезной, значимой сцене. По случаю юбилея независимости в Бухажираусском районе была проведена масса различных мероприятий. Итоги конкурсов демонстрировали посредством различных видеороликов, а награждали участников в ходе торжественных мероприятий по случаю 30-летия независимости страны. Антон Александров, Шалкарл Тенбеков, Николай Шевелев, 5 канал.